Оксана Силантьева После тяжелых родов травмы сказались на развитии. Галина Ивановна делала все, чтобы дочь росла, как остальные дети. Гуляла, общалась, училась. Дочку женщина воспитывала одна. В какой-то момент физическое развитие у девочки остановилось, а затем и вовсе пошло в обратную сторону. Девушка встала, перестроился организм. Оксана не может сама сидеть и садиться, даже перевернуться на кровати без помощи мамы никак. При этом весит женщина 90 килограммов. Поднять такой вес Галине Ивановне в 60 лет словно подвиг. Я всю ночь перекидываю ноги, то маму на бок положить, надо переворачивать, то на спину положить. Тяжело. Чтобы пересадить дочь в кресло, женщина вынуждена просить о помощи соседа. Каждый день утром они вместе с трудом сажают Оксану в инвалидное кресло, а вечером из него перекладывают обратно в кровать. Сидеть она вообще не может. Так вот так. Потом подгоняем коляску. Так вот так. Таких нагрузок не выдерживает не только мама, но и та самая кровать, на которой спит Оксана. Обычная. Она держится на большом количестве матрасов. Спать на такой крайне неудобно. Каждый день перекладывает дочь. Галина Ивановна больше всего боится, чтобы у той не появились пролежни. Облегчить жизнь может специализированная ортопедическая кровать. Ортопедическая кровать облегчит намного мою жизнь и положение. Мне не придется просить соседа, чтобы он постоянно пересаживал и помогал мне. Это в кровати можно и покормить ее, изменить ее положение и положить на бок и на спину. На свою пенсию, пенсию дочери купить такую кровать Галины Ивановны просто не в силах. Помочь ей вызвался благотворительный фонд «Все вместе». Они открыли счет для сбора помощи семье. Если вы тоже не хотите остаться в стороне и готовы оказать свою помощь Силантьевым, вы можете сделать это, позвонив в благотворительный фонд «Все вместе» по телефону 8 846 613 07 23 или зайдя на его сайт.